Девушки отдыхают. Это хорошо. Хорошо, что вы компанию любите. Сейчас придет Нина Петровна, а мы вас в другую палату переводим. Это Маша. Маша, вот ваше место. Точно? Не могу в отдельной станции. Компания пойдет вам на пользу. Здесь чисто, аккуратно. Вы осваиваетесь и принесу вам лекарства. Окно закрой. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Изоль, да? Изо. Талантливая актриса. А я Лорик. Лора. А она не разговаривает. Глухонемая. Тамара и звать. Ваше лекарство. Глотай. Глотай. Маша. Маша. Машенька. Машуля, Мария. Машулька. Как ты вообще мог отпустить ее в эту клинику? Что, другого варианта не было? А что Олежка должен был сделать? К батареи ее привязать? Ты же слышал, она сама так решила. Сама решила? Да хоть к батареи. И почему в нашу клинику, а не в столицу? Там хоть специалисты хорошие. Так, все. Маша хочет быть рядом с домом. Рядом со своей семьей. Я буду ездить каждый день туда. У меня все готово. Может, поужинаем? А, спасибо. Да, да. Сынок, а Леночка так и будет с вами жить? Мам, да мы вообще-то мы не обсуждали. Ну, а что тут обсуждать? Проси, чтобы осталось. На тебе сейчас работа и двое детей. Помощь тебе не помешает. И потом неизвестно, когда Маша вернется. Мам, Маша вернется. Скоро вернется. Так, я должен с ней поговорить. Делать ей там нечего. Ты со мной? Папа, сядь. Сядь, успокойся. Частная клиника хорошая. Там врачи чудеса творят. К тому же Маша просила не говорить вам, что она влечается. Ни вам, ни тещи. А Настя? Ну что Настя? Рыгает целый день. В комнате о себе. Молодец, закрывай. Так. Томилина! Стой! А таблетки? На. Все. Все, все. Запивай. Рот открой. Язык вверх. Отлично. Марченко! Тетя, давай. Спасибо, папа. Снова ты меня вручаешь. Может, тебе еще чем-то помочь? Там, может, документы посмотреть, аудит провести. Люди-то есть? Да я разберусь. Не первый же день в бизнесе. Раньше как-то справлялся? Раньше Маша была. Я в последнее время только и слышал. Маша то, Маша сё. Все почему-то думают, что она рулит моим бизнесом, а не я. Да она и рулит. Я сейчас о чем? Мамуль, ну я же тебе говорю, что она в командировке, за границей. Будет через две недели. Да, у нее пока нет связи. Мам, я же тебе говорю, я тебе сразу позвоню. Все, давай целую, пока. Я даже не знаю, сколько я смогу ее вообще врать. Я Ванечку еле уложила. Мне кажется, мы с ним перегуляли. Ну, ты знаешь, парни столько эмоций, просто зашкаливают. Олег, ты устал? Голова болит. Знаешь, тебе просто нужно расслабиться. Как она могла? Я думал, у нас нет секретов друг от друга. Про бизнес-акселератор выдумал. С отцом сговорился. И потом выясняется, что все инвестиции, все. Это ее рук дело. Идиотом себя ощущаю. Лицо Бренда. Просто боялась, что ты не справишься, вот и решила подстраховаться. Что-то у всех слишком много сомнений. Ну, почему? Насчет меня. У меня, например, насчет тебя вообще нет никаких сомнений. Пойду спать. Присаживайтесь, пожалуйста, там. Так соскучилась. Будто год не видела. Приемный день, среда, суббота. Ко мне никто не ездит. Платье-то не есть. Приемный день, среда, суббота. С 15 до 16 тихий час. Здравствуйте. Мы Кроговой. Вот, пожалуйста. Мам, мам. Мам, мамуль. Привет. Ты как? Идем на улицу. Тамилина. Таблетки. Мои не приехали? Должны, значит, приедут. Они были уже сегодня. По графику лечения нужно пей. Ну, раз нужно. Рот покажи. Можно на улице их подождать? Иди, жди. Ты чего сидишь? Принца ждешь? Давай в палату, быстро. Она меня слышна вообще. Вы должны понимать, что во время лечения мы пытаемся добраться до самых глубоких слоев психики. К сожалению, сознание Арины Сергеевны затронуто сильнее, чем вы полагали. Но мы делаем все возможное. Простите, у меня обход. Я пришлю за Марией, не на Петров. Хорошо? Хорошо. Да, еще раз повторяю, не волнуйтесь так. Лечение идет по плану. Главное, верить и не опускать руки ни вам, ни Марию. Маша. Маша. Выходит, не верила в меня никогда. Потому что она придумала эту схему с деньгами отца, с инвестицией банковские. Сейчас тоже не веришь, да? Не веришь, что я тебя вытащил? А я тебя вытащил. Слышишь? Верь мне. Все, договорили? Вставай. Пошли. До свидания. Давай я отведу. Фетя, иди там, смотри. Тебе стучать не учили? А чего ты не закрываешься? Ты же вроде не одна дома. Почему ты сам так разговариваешь? Что у тебя с папой? Ничего у меня с папой. Ты думаешь, я не вижу, как ты крутишься вокруг него или что? Ты что, с ума сошла? Так можно и к маме в психушку отправиться. Дорогу ты знаешь. Дверь закроет с обратной стороны. Настюша. Поужинаешь со мной, Настю? Я не хочу. Ну, нельзя закануться. Иди ко мне. Иди ко мне. Ну, чего? Лёлька говорит, ты не елся один. Нельзя только. Я хочу к маме. Поехали к маме. Ну, Настюша. Поехали. Боже мой. Я... Мне сегодня было у мамы. Почему ты меня не взял? Потому я не взял. Зачем тебе смотреть на это? Она выздоровит. Конечно. Конечно выздоровит. Ну, всё. Слава, всё. Просто... Это мы просто не так всё скоро, как мы хотим. Не говори так папу. Слышишь меня? Не надо так говорить. Настя. Болезнь. Она не выбирает. Надо привыкать жить без мамы. Настя. Как ты? Папа. Ты предатель, пап. Настя. Папа, уйди из моей комнаты. Он не выбирает Настя. Уходи. Вот он на лавочке сидит. Вы общайтесь, а я позову Аркадьевну. Спасибо. Маша. Маша, привет. Маша, ну ты как тут? Тебе мама рассказала? Конечно. Кто же ещё? Было бы лучше, если бы мне рассказал ты. Я бы нашла врача в столице. Собрала бы консилию. Спасибо, конечно, но в последний раз твой врач. Мне очень понравился Маша. Ты знай, если вдруг что, ты всегда можешь обратиться. Спасибо тебе. Если что, обращусь. Как мальчишки? Адаптировались к столичной жизни? Адаптировались. Хорошо. Ладно, я побегу. А то мои уже заждались. Пока. Пока. Садись. Ну что, Томелин, поправим нашу психику? Ну, ну, ну. Не надо бояться. О, хорошая, красивая девичка. Что тут у нас есть? Да, 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 да. Успокойся, я тебе говорю. Лежи тихо, не кричи. Спокойно, споко... Да что ж! Ах ты, тварь кусучая! Черт, да куда же ты бежишь? Да ты, стулья тихо. Что случилось? Что случилось? Видишь, на людей бросается. Принеси мне двойную дозу успокоительного. Тварь, ты у меня добегаешься. Санитары! Заберите ее. Что мне, держать, что ли? Ставьте. Принеси мне АДС. Не хватало мне еще столбняка. Все, забирайте. А что у нас дело? На главврача напала. Пойдем. 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 Хотел, значит сделает. Это же Адольф. Адольф? Аркадий Дмитриевич. Сокращенно Адольф. Ну, это мы его так называем. Адольф. Только ты смотри, не проболтайся. Это будет нам. Будет нам. Будет, будет. И что, он ничего не боится? А чего ему бояться? Не ты первая, не ты последняя. Ты не первая. Я не последняя. Более. Гордись. Он не всех трогает. Красавица. Только симпатичных. Красоточка. Только симпатичных. Привет. Привет. А у меня как раз ужин готов. Слушай, Леля, я не хочу. Я... Ну, как не хочешь? Подожди. Ну, поесть-то надо? Надо. Ну, а для кого я старалась? Ну, давай. И вообще, я имею право пообщаться с кем-нибудь, кто старше 7 месяцев. Так, мясо будешь? Будешь? Буду, буду. Давай, это курица. Держи. Салат? Да нет. А нож есть? Я забыла. Прости. Сейчас принесу. Лучше расскажи, как вы с Ванечкой тут. Слушай, мы отлично. Ты не представляешь, он здесь везде ползал, не сидел ни секунды. В общем, он весь в папу. Так, подожди, он проснулся, я сейчас приду и посиди. Посмотри, кто пришел. Посмотри, кто пришел. Кто идет ко мне? А, богатый мой хороший. Как дела? Чувствуй. Слушай, Леля, он на тебя тоже похож. Давай, я его подержу уже. Давай, иди ко мне, мой хороший. Ну, вообще, очень хорошо, что ты рядом. Не спишь? Собираюсь. Собираюсь. Леля. Не надо. Маши сейчас нет, а я есть. Я настоящая. Маши сейчас нет. Я хочу, чтобы ты рядом. Маши. 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Мама, ты чего в такую рань? Где Маша? Где Маша? В командировке, не дрги меня! Ты мне почему не сказала, что Маша в психиатрической клинике? Садись. Я не буду садиться. Мама, сядь. Я не буду садиться. Мама, не ори, у меня все спят. Сядь. Хорошо, Сила. Я тебя еще раз спрашиваю, почему мне ничего не сказала? Я мать, и я имею право знать. Она сама просила, тебе не рассказывай. Я еду к Маше. Сегодня неприемный день. Тебя не пустят. Это что, меня родную мать не пустят к дочери? Там что, тюрьма? Ну, нет, мам. Там не тюрьма. Доброе утро. Вера Ивановна? Здравствуйте. Здрасте. Я сейчас. Ляля, а что ты делаешь? Я завтрак Олегу делаю. Ты зачем Олега обхаживаешь? С чего ты видела? Вижу. Да, не зря мне Настюша жаловалась. А я дура старая думала. Девочке показалось. Понятно. Как так можно, а? А как можно, мам? Чтобы Олег страдал, можно? Или чтобы дети росли? Без матери тоже можно? Ты же сама знаешь, что это за болезнь. Ты не помнишь, как наша прабабка закончила? Понятно. Ты что, на Маше крест поставила? Маши больше нет. Нет. А жизнь есть. И она продолжается. Ты завтракать будешь? Да нет. Я… Встречу мне. Так давайте кофе с собой сделаю. Мне не надо. Я на заправке попью. Всего доброго. Беги, Олежка. Я иду к Маше. Я вас очень прошу, пожалуйста. Мне… Мне очень нужно туда. Пожалуйста. Пропустите нас. Я вам еще раз говорю. Не положено. Только в приемные дни. Мама, я же тебе говорила, в среду приемный день. Поехали. Да я с места не сдвинусь. Мне нужно поговорить с Машей. Послушайте, вон она. Вон она моя дочь. Вон она, Машенька. Маша! Мама, хватит! В среду приемный. Что там же исходит? Да вот. А. Пусти их. Вот. Спасибо. Мама. Спасибо. Мама. Спасибо вам большое, доктор. Она вон туда пошла. Одну минуту. Одну минуту. Спасибо, доктор. Там моя… Маша. Здравствуйте. Подождите, успокойтесь. Не кричите. Здесь больные люди. Я понимаю. Елена Валерьевна, у вашей сестры… Да, у моей… у моей дочери, у Маши. Да, у вашей дочери. Индуцированный бред вызванный лечением. К сожалению, все идет не так, как мы предполагали. Я… Я очень понимаю. Она выздоровеет? Да, конечно, она выздоровеет. Но надо набраться терпения. Прошу вас. Прошу. Да. Мы уже корректируем лечение и прием препаратов. Но в данный момент надо немного подождать. И я надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к тому, что вы увидите по состоянию здоровья. Ну, а вот и Маша. Я вас оставлю, не буду вам мешать. Если понадоблюсь, я буду в своем кабинете. Спасибо. Пойдем. Прогулялись, да. А сейчас на процедурке пойдем. Смотри, это вот мы с Ванечкой. Ты знаешь, он уже так пытается встать. Он такой молодец. Ползает по всему дому. Маша, ну ты не переживай так. Ты лечись спокойно. Я позабочусь о детях, об Олеге. Машенька, доченька. Как ты тут? Что ж ты мне ничего не сказала? Я бы хотела волноваться. А я как? Таблетки. 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 Давай я найду за таблеток. Снова таблетки. Слушай, ну лечение, конечно. Но знаешь, главное, что врач хороший. Да. Хороший. Он хотел меня изнасиловать. Что? Маша, подожди, как изнасиловать? Маша? Подожди, может тебе показалось или приснилось из-за лекарств? Нет. Так, я пошла к главврачу. Нет. Нет. Маша, я пошла к главврачу. Мама, а что значит фраза «позабочишься об Олеге»? Она не… Да что у Маши? Машенька. Ну, кто-то же должен о них сейчас заботиться. Правда? А Ванечка, он как родной ляльки от мамы. Ну, Насте нужна помощь. И Олегу. Ты что такое говоришь? А что я говорю? Ну, пока тебя нет. Как это меня нет? Ну… Мне не так… Я есть. Машенька. Да. Не трогай меня. Не трогай меня, я не хочу себя видеть. Иди сюда! Я никого из вас не хочу видеть! Оберите меня! Все нормально? Нет. А вам все хорошо? Не переживайте. Ваша сестра под моим личным контролем. Нет. Ну, я на это надеюсь. Просто история с изнасилованием? Да. Потому что психически нездоровые люди не такое могут придумать. А к тому же у пациентов шизофрении очень часто возникают фантазии на сексуальную тему. Это естественно. Не, ну я не знаю. Маша, а ты куда? Видеть тебя не могу. В смысле? Даже мама говорит, что так будет лучше. А что получается? Кто не видит, что я выйду? Просто так не выйдешь. Меня забыли? Тебя забудут. Меня забыли. Меня забыли. Смирись. Маша. Маша. Смирись, смирись. Маши. Маши. Ай, Мизи нравится. Хорошо. 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 Им не нужна больная мать. Им не нужна больная мать. Аркадий Дмитриевич, к вам Томилина просится на прием. Прямо таки просится? Ну пусть зайдет. Заходи. Ну что вы хотели? Марья Сергеевна, неужто жалобу на меня в министерство написать решили? Вы могли бы ко мне больше никого не пускать. В каком смысле никого? В прямом смысле никого. Ни родных, ни близких, никого. Пусть не приходит. Им так будет лучше. А вам? Правда, часто отказ от посещений стимулирует положительную динамику. Особенно, если пациент готов сотрудничать с лечащим персоналом. так лучше будет всем. Спасибо. Твой папа, он мужчина, а ему без женщины никак, и Ванечки, мама. Ванечки, мама есть. Своя вообще-то. Машенька. Бабушка, нет. Я хочу, чтобы у меня тоже будет моя мама. Ты Настюша. Господи. Ой, ты Боже мой. Ой. Мама! 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 Что ж ты оставила меня? Все еще думаешь, так лучше будет? Я думала, что вы понимали. Все так думают. Ты мне скажи, так лучше будет. Я не знаю. Я ничего уж и не знаю. Разве им нужна больная мать? Идем, Иза, идем. Поговорим. Поговорим. Не спишь? Сплю. Я не хочу с тобой разговаривать. Разговаривать не придется, просто послушай. Ты маленькая, еще ничего не понимаешь. Ты тоже мне пришла рассказывать, что я все пойму, когда вырасту? Ты можешь не стараться. Мне бабушка пыталась уже. Ну хорошо. Тогда я не буду тратить время ни твое, ни свое. Скажу тебе прямо. У тебя два варианта. Первый. Смириться, что мама больна. А я живу с твоим папой. Нравится тебе это? Не нравится. А второй? А второй я отправлю тебя в интернат. И поверь, у меня есть для этого все возможности. А мы будем жить с Олегом. С Ванечкой втроем. Или ты все-таки хочешь видеть своего братика? Отдыхай. Спокойной ночи. Я врач. В лаборатории работала. Здесь место тюремного срока. За что? Мужа убила. Бил безбожно. Издевался. Вот смотри. И не выдержала. Психушку симулировала. Экспертизу подделала. И сюда. Квартиру продала. Лечение оплатить. Я ведь думала, психушка лучше, чем тюрьма. Ошиблась. Не все здесь сумасшедшие. Лучше. Твое точно здорово. За тобой давно слежу. Нет у тебя диагноза. И лечение твое странное. Как день посещений. Двойная доза седативных. С таким лечением точно психом станешь. И что делать? Отказаться от лекарств? Бесполезно. Силой запихнут. Но если ты их пить перестанешь, то им не обязательно об этом знать. Я здесь семь лет и ни одной таблетки не выпила. Как? Учись. Тихо. 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 А где она? А ты ее туда запихивай, где суп мудрости. С первого раза может не получиться. Тренируйся. Тренируйся. Нина Петровна уже давала. Ничего. Еще надо. Хорошо. Вставай, слышишь? Просыпайся. Вставай. Пойдем, пойдем. Тапки обувай. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Если эти таблетки не пить, твое сознание останется чистым. Достаточно будет притворяться, что ты заторможенная. Посмотри на пациентов со стороны. Медленные, отрешенные. Смотрят бессмысленно. Качаются из стороны в сторону. Делай все то же самое. Ну? Ну, зачем мы остановились? Ну что, привет. Тренируйся. 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 Что ты делаешь? Идиот! Она не дышит. Мог остановиться ты! Избавьтесь от нее! Давайте! Все равно никто искать не будет. И скорую! Скорую мне! Она точно не дышит? Да, не дышит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok